Игорь Кауфман, у нас глава отдела Head of AI Competency, Delivery Manager, и он из компании DataArt, из Харьковского офиса. Всем привет. Спасибо, что пришли сегодня на этот ивент. Спасибо, что пришли послушать в том числе мой доклад. Меня зовут Игорь. Я лидирую компетенцию в DataArt, которая занимается машинным обучениями, Data Science. Расскажу о том, какого рода проекты мы делаем, какого рода проекты бывают в индустрии, почему оно разделилось именно на такие категории. Приведу несколько примеров и в конце покажу демо небольшое, для которого мне понадобится доброволец. Ну, давайте до этого дойдем сначала. Нормально видно экран, да, сейчас? Окей, хорошо. Давайте начнем с того, почему мы вообще этим занимаемся. Ну, как бы хайп хайпом, да, наверное, точка хайпа уже немножко пройдена. Поговорим немножко о цифрах, да, и о рынке. Значит, в 2013 году было проведено исследование в Оксфорде по американскому рынку. В общем, основная цель исследования была понять, какое количество вакансий в принципе подлежат автоматизации на американском рынке. Исследовали 702, если я не ошибаюсь, позиции, которые представляют собой 97% в принципе всего американского рынка. И в результате этого исследования оказалось, что 47%, практически половина этих позиций в принципе подлежит автоматизации. Из них 54% это позиции в финансовом рынке, да, то есть какие-то консультанты, адвайзеры, значит, воротнички, которые просто занимаются переносом данных и так далее и тому подобное. Кроме этого есть интересный способ понять, что будет автоматизировано и куда имеет смысл обратить внимание на что. Значит, Bloomberg периодически раз в несколько лет выпускает репорт на тему того, какие позиции, вот так, как здесь посвятить. Значит, то есть по этой шкале мы видим, какие позиции с наиболее высокой вероятностью будут автоматизированы по этой зарплате. То есть если мы понимаем, что там вероятность автоматизации, там 90% и больше, еще и человек получает в среднем больше 60 тысяч долларов в год, ну, можно посчитать экономию, да. Вот, ну, то есть в принципе отсюда можно увидеть, что вот, например, кредитные аналитики, да, постепенно уходят там в прошлое, хотя в принципе зарплаты у них не низкие. Loan officers, люди, которые опять же дают решение, будет займ, не будет займа. Аудиторы, ну и куча вот здесь вот позиций, которые там официанты, кассиры и так далее, ритейл-продажники и так далее. Значит, это тот рынок, в который в первую очередь имеет смысл метить, да, и естественно мы получаем, что имеет смысл посмотреть на финансовую сферу, на ритейл и все, что лежит рядом, да, это с точки зрения автоматизации. Значит, сразу оговорюсь, что у многих есть ощущение, что давайте построим сейчас какую-то систему, в которую просто бросим данные. Вот сейчас популярен, например, очень AutoML. AutoML себя позиционирует, как он сейчас есть у любого большого клауд-провайдера, есть DataRobot, H2O, там Cortical и другие провайдеры. Значит, они себя позиционируют как системы, в которые можно данные просто забросить, оно каким-то образом им пожонглирует, на самом деле он просто применяет все подряды алгоритмы, смотрит, какой подходит лучше, ну и дает какую-то рекомендацию. И есть какое-то количество клиентов, которые приходят и говорят, а давайте построим систему, в которую просто будем вот так вот сырые данные вбрасывать и смотреть, что получится. Как правило, ну, пару попыток было, они были безуспешные, естественно, это я уже сейчас понимаю. И с тех пор мы даже перестали браться за проекты, в которых как бы такие космолеты пытаются с самого начала строить. Мы занимаемся только узким применением в конкретных кейсах, конкретных индустриях и так далее. То есть только слабый искусственный интеллект, больше ничего. Значит, если поговорить о типах проектов, которые существуют в принципе во всей индустрии, да, фактически три типа проектов, если вот поделить их на такие большие бакеты. Первый – это автоматизация рутины. Ну, тут понятно, да, технологии всю историю помогали людям автоматизировать какие-то процессы, и это, наверное, сейчас наибольшая часть проектов, которыми мы в принципе занимаемся. Это R&D. R&D – это проекты, которые стали возможны благодаря развитию технологий. Это те проекты, которые либо обладают огромным количеством данных, либо, значит, требуют очень высокой скорости обработки этих данных. В общем, ну, проекты, которые раньше просто физически невозможно было реализовать без, например, вот такого буйного роста, например, видеокарт, да, GPU. Если посмотреть сейчас, например, на график роста акций NVIDIA, да, он за два года просто взлетел там в разы, да. Хорошо, согласен. Ну, отчасти, будем надеяться, что немножко благодаря. Значит, ну и подготовка данных, да. Это очевидно, это нужно в любом проекте. Иногда, в общем, на этом проекты и заканчиваются, когда становится понятно, что данных недостаточно. Это то, откуда, в общем, от чего… Вот эта вот часть, можно ее назвать романтическая, да, первые две вещи. Подготовка данных – это обычная ежедневная рутина, от которой никуда не денешься, и это часть работы любого data scientist. Если поговорить о проектах по направлению, да, мы выделяем сейчас четыре направления основных. Значит, это NLP-проекты, ну, тут в принципе понятно, да, аналитика текстов, эмоции, семантический анализ, в общем, весь natural language, который… все инсайты, которые можно вынуть из natural language. Компьютерное зрение, ну, тут понятно, обработка видео, картинок, детекция изображений, распознавания их и так далее. Рекомендательные предсказательные системы, ну, это, наверное, самая большая такая область. Все с ними сталкиваются. Когда мы заходим в интернет-магазин, мы видим рекомендации. Когда мы бронируем отель, мы видим рекомендации и так далее и тому подобное. Есть гораздо более узкое применение. Вот, ну, мы, наверное, поговорим об этом чуть попозже. Значит, data science. Data science – это, может быть, не совсем корректное название, но глобально это область, когда у нас есть данные, из них нужно получить какой-то инсайт без дополнительного дообучения потом. То есть кластеризация данных, визуализация данных, очистка их и так далее. Так, давайте поговорим сейчас о… У меня есть несколько примеров, которые мне нравятся. Практически все, кроме одного из нашего опыта, для того, чтобы понять, как эти проекты выглядят, вот какова их природа. Значит, один из самых ярких проектов, на мой взгляд, который мы сейчас занимаемся. Значит, это стартап, который работает с фармацевтическими компаниями, которые разрабатывают лекарства. Что такое лекарство, современное лекарство уже в 2019 году, ведь это прошлого года был. Значит, современное лекарство в среднем, разработка его занимает 10-15 лет. Это 2,6 миллиарда долларов. Это, значит, меньше 1% доходит до рынка, то есть какое-то количество отпадает на разных этапах клинических исследований. И что, наверное, наиболее важно во всем этом, это то, что есть показатель ROI, да, return and investment. То есть мы вкладываем какие-то деньги, ожидаем получить возврат, правильно, фармкомпания. Значит, в 2010 году он был 10%, в 2017 году чуть больше 3, то есть в 3 раза упал. Тренд такой же, начиная с 60-х годов. То есть падение ROI драматическое вообще. Что это означает? Это означает, что еще через там 10 лет, если ничего не поменять в подходе к разработку лекарств, он будет сильно меньше 1%. То есть это просто станет бессмысленно. Значит, современные технологии, опять же, немножко меняют подход к разработке. Как раньше это работало? Значит, есть какая-то гипотеза у ученых о том, какой состав может сработать, к какой болезни, к какой группе пациентов. Значит, у нас есть гипотеза, у нас есть верификация этой гипотезы. Если она проходит начальный этап, соответственно, мы переходим к этапу клинических исследований. Так работало это, ну, сейчас работает и всю историю. Что позволяет сделать машин ленинг? Машин ленинг позволяет попробовать решить задачу с обратной стороны. Значит, у нас есть огромное количество данных, которые были собраны за всю историю. Это клинические исследования лекарств, это медицинские записи пациентов, это генетические профили, доклинические тесты. Огромное количество данных, и что немаловажно, то, что эти данные, они качественно размечены. Потому что разработка лекарств – это очень зарегулированная индустрия. Соответственно, есть какие-то просто тонны данных, в которых не нужно дополнительно вкладывать большое количество энергии для того, чтобы понять, что сработало, а что не сработало. Из чего состояло лекарство, к какой группе пациентов оно прилагалось и так далее. Соответственно, что мы можем попробовать сделать? Мы можем посмотреть на этот огромный объем данных и понять, есть ли какая-то зависимость внутри. То есть, есть ли, например, такая ситуация, что вот такой состав лекарства, какие-то элементы его, не сработают в определенных условиях. Например, в условиях высокой влажности или в условиях какой-то географии. Например, в Африке оно упорно не работает, а в Скандинавии сработает с высокой вероятностью. В общем, это поиск таких вот инсайтов. Что он позволяет сделать? То есть здесь в качестве технологии тут используются bias-овские сети для того, чтобы, собственно, эти инсайты искать. Значит, что он позволяет сделать? Мы можем на ранних этапах определить, имеет ли смысл тратить время и деньги на разработку этого лекарства с таким сетапом в этой географии, в этой влажности или нет? То есть это экономия здесь. Это А. Б. Мы можем посмотреть на те составы лекарств, которые может быть люди сами бы не посмотрели. Мы просто запускаем машину, она начинает перебирать. И в качестве примера того, чего можно добиться таким подходом, значит, в 2018 году лекарство, разработанное таким методом, вот, собственно, с помощью вот этой компании, с которой мы сейчас работаем, дошло до начальной стадии клинических исследований лекарства рака поджелудочной железы. То есть этот подход работает. Поехали дальше. Значит, это не наш кейс, но он мне очень нравится, просто чтобы проиллюстрировать, что сейчас происходит. Значит, есть… Давайте, в общем, посмотрим на Индию, что там происходило. Я понимаю, что мало, наверное, кто следит за ней, но, в общем, там был очень интересный кейс. Значит, вот этот вот график, 53% людей, это 53% населения Индии в 2014 году у них были банковские счета. Значит, у всех остальных их не было. Ну, понятно, диджитализация, компания в Индии быстро развивается, компаниям удобнее платить зарплату на карточке, людям, опять же, удобнее рассчитываться картами, прогресс доходит до каких-то там дальних уголков и, в общем, за три года Индия совершила, ну, какой-то огромный скачок, на мой взгляд. Плюс 30% населения покрыто было банковскими услугами. На чем зарабатывают банки? На кредитных продуктах. То есть человек берет кредит, потом, ну, вот у нас есть там по-разному, да, в банках есть 47 дней льготного периода, есть 55 дней, но глобально банк зарабатывает на том, что если человек выходит за эту границу, он начинает платить какие-то деньги, да, ну, за то, что пользуется кредитными средствами. Ну, либо берет кредит там на машину, на квартиру и так далее. Вот. То, на чем зарабатывают банки? Для того, чтобы выдавать кредитные продукты, что нужно? Нужно понимать, собственно, можно человеку давать кредит или нельзя. То есть есть, в принципе, кредитные скоринговые модели, классические, старые, которые уже, я не знаю, там, наверное, с 50-х годов, если не раньше, тянутся. Они, понятное дело, оптимизировались, адаптировались, становились современнее. Но вот что делать? Если у нас 30% в Индии – это 300 миллионов человек приблизительно. Вру. Нет, 1,3 миллиарда – это 400 миллионов человек. Значит, что делать, если у нас 400 миллионов человек появилось среди клиентов банков без банковской истории, без кредитной истории? Значит, была выдвинута гипотеза, что можно попробовать найти корреляцию. То есть, как понять, вот эти люди похожи на других клиентов или нет? Ну, попробовать сравнить. Что можно сравнивать? Ну, понятно, что мы можем собрать те же самые данные. То есть, где люди работают, сколько они зарабатывают, какое у них образование, высшее, не высшее, какая динамика этого дохода и так далее. Это хорошо, но это старая модель. Да, она чем дальше, тем работает менее точно, тем более на такой выборке. Значит, банки, ну, это не банк, это стартап был, который разработал приложение, которое позволяло, вот как сейчас в Украине монобанк, да, которое позволяло, ну, гораздо более удобно пользоваться банковскими продуктами. Кроме того, пользователь, ну, понятно, получал больше удобства, получал повышение кредитного лимита и так далее в обмен на какие-то персональные данные. На самом деле это приложение получало доступ к порядка 12 тысяч параметров о человеке. Это его там соцсети, что ему нравится, что ему не нравится. Это история браузинга, это связи его, друзья и так далее. Геолокация. В общем, куча параметров, да. А теперь представьте себе, что у нас есть порядка там 600 с чем-то миллионов человек, у которых, ну, понятно, там не у всех есть это приложение, ну, допустим, у 50 хотя бы, да, есть наверняка. Значит, мы можем посмотреть, что объединяет этих людей, кластеризовать их на группы, посмотреть, как бы, чем они похожи, да. Новые люди, которые только получили банк, только открыли банковские счета, они ставят такое же приложение, они тоже дают доступ к своим социальным сетям и всем прочим параметрам. Мы делаем такую же точно кластеризацию. А дальше мы сравниваем первую группу и вторую группу. Смотрим, что получается. В итоге такого подхода, ну, может быть, это неожиданно, может быть, ожидаемо, я не знаю, но оказалось, что такой подход не сильно хуже работает, чем классический кредитный скоринг. Теперь этот подход там используется в большом количестве банков в Индии. Аналогичный подход используется для увеличения рынка среди молодых покупателей в Штатах. Там бывшие экзеки Гугла ушли и сделали аналогичный стартап, чтобы у людей с 16 до 18 лет, в общем, был доступ тоже к банковским продуктам, кредитованию и так далее. Значит, это то, чего нельзя было сделать раньше, что можно сделать сейчас и что активно делают. Поехали дальше. Поговорим об автоматизации. Это история того, значит, у нас есть клиент, это рейтинговое агентство. Возможно, вы видели, есть вот компании ранжируются по тому, насколько в них интересно вкладывать деньги. Есть 3А, наверное, видели, вот некоторые из вас буквочки, 2B, 3C и так далее. То есть уровень трешовости. Значит, для того, чтобы строить свои модели, для того, чтобы предсказывать, имеет смысл инвестировать в компанию или нет, нужно проработать огромное количество информации. Репорты финансовые, документы, пресс-релизы и так далее. Значит, в большинстве своем это все финансовые стейтменты, в которых есть какие-то таблички, в которых есть показатели ревеню, расходы и так далее и тому подобное. Значит, все это делается руками. Ну, делалось до недавнего времени. Значит, в какой-то момент руками это 200 человек сидит, делает. То есть такой большой open space, да, и вот все занимаются этим. Значит, в какой-то момент стало понятно, что, наверное, нужно что-то менять, потому что чем дальше, тем документов больше, а людей меньше. И приняли решение, что давайте попробуем автоматизировать. Первое, с чего мы начали. Значит, интерфейс для разметки. То есть тут пока даже не про email речь. У нас есть какая-то табличка, в которой есть какие-то ключевые слова, да, там revenue, pnl, там еще что-то. Значит, для того, чтобы эти данные не вот мышкой выделять, да, и там ctrl-c, ctrl-v, да, удобно было бы сделать так, чтобы мы могли как в верде, да, там, если у нас есть какие-то данные, которые похожи на табличные, рукой нарисовать разметку, да, и дальше оно заэкстрактят как табличку. Это был первый шаг. Следующий. Ну, это стало, в общем, это помогло людям. Мы начали интересоваться, как это можно автоматизировать, да, так, чтобы не рукой разлиниевать табличку, да, а какими-то более удобными средствами. Таким средством стала tabula. Tabula – это инструмент, который, в частности, может вот как раз идентифицировать табличку в теле документа. Опять же, не ML, эвристика. Следующий шаг. Ну, хорошо, чтобы tabula могла что-то найти, нам нужно пролистать, вот так проскролить документ, вот до той страницы, на которой есть та табличка, которая нас интересует. Не очень удобно. Давайте предположим, что мы можем вот так вот скролить документ, искать там ключевые слова, да, например, revenue, да, или pnl. Значит, от этих слов отталкиваться, смотреть, есть табличка, нет таблички, или наоборот, то есть, если есть табличка, есть мне эти ключевые слова или нет, это та табличка, которая нам нужна или нет. Уже чуть быстрее, да, то есть не нужно скролить. Поехали дальше. Значит, находить нужные слова мы умеем. Для того, чтобы… Тут, ну, это такой промежуточный шаг, скажем, для того, чтобы распознавать табличку, это наиболее эффективно работает все-таки, когда края таблички выделяются человеком, да, то есть, когда мы знаем, где граница, и только внутри нужно разбить, а не по всей странице искать. Значит, это тот момент, в котором появляется machine learning. Это computer vision, это поиск таблиц внутри вот, собственно, этого документа, да, то есть мы ищем какие-то структуры, которые похожи на таблицу средствами computer vision, и дальше их скармливаем уже там табуле, которая потом была переписана на кастомное решение. И фактически человеку остается только ручная валидация, да, то есть машина сама нашла табличку, посмотрела, правильны ли в ней слова, та ли эта табличка, заэкстрактила ее, показала человеку, показала исходник, показала то, что заэкстрактила. Все, все, что человеку остается сделать, это просто проверить. Результат, в принципе, ожидаемый. Как превратить команду из 200 человек в команду из 50 человек, потому что все-таки кто-то должен поддерживать новые темплейты, валидировать и так далее. Так, в принципе, мы уже приближаемся к концу, на самом деле. Поэтому вот тут еще пару таких примеров, которые хотелось бы осветить. Первый, значит, RPA, это Robotic Process Automation инструменты. Это инструменты, которые позволяют автоматизировать процессы через интерфейс. Если кто-то сталкивался, например, с Selenium для автоматизации, тестирования интерфейсов, в принципе, это производная в каком-то смысле Selenium. То есть мы можем в каком-то визуальном визарде наклацать flow, который нам нужен, показать вот те там поля, которые нас интересуют, сказать, что с ними делать, куда их скопировать, заэкстрактить и так далее. Значит, спрашивается, где AI. Нигде, на самом деле. Но это инструменты очень удобные, и они часто становятся частью flow, в который включается дальше AI. На самом деле AI возникает там, где нужно принимать решения. Зачастую эти решения, они не очень сложные, фактически, ну, такие рутинные. Я приведу пример. Мы работали с кредитным фондом, который… Там, где два человека, full-time занимались следующим. У них было две системы. В одной системе они получали данные по поводу каких-то сделок на биржах, покупки-продажи, там такой тред был. Значит, она была веб-бейст, то есть она такая относительно современная, но кроме этого она ничего не умела. Она не умела обрабатывать потом эти данные. Значит, для обработки служила другая система. Она была desktop-based, очень старая, там из 90-х, но у ней было большое количество функций, которые были необходимы для обработки. Связать их никаким образом не получалось, потому что доступа к базе данных не было. API подавно. Ну, собственно, поэтому сидело два человека и вручную переносили данные из одной системы в другую систему. Значит, мы взяли UiPath, с помощью которого настроили подтягивание просто через интерфейс из таблички данных из одной системы, складывание в другую систему. По дороге нужно было принимать решение, в какую коробочку их складывать, в зависимости от каких-то факторов, не всегда очевидных. Значит, это тот момент, но в принципе решение было относительно простое. То есть там rule-based система не сильно подходила. Это тот момент, когда мы строим какую-то рекомендательную систему, которая дальше продолжает складывать. Что у людей были какие-то ошибки, что у системы осталось, там какой-то небольшой процент. Но в принципе это всех устраивало. Хорошая часть решения по автоматизации какого-то унылого flow RPA. Так, тоже мне очень нравится этот пример. Мы делали в сотрудничестве с компанией, которая называется Health Navigator, помощник врача, ассистент. Значит, в чем идея? Население Земли, ну и в частности Штатов, это для Штатов делалось, растет. Значит, растет оно быстрее, чем увеличивается количество врачей, которые в состоянии обслужить это население. Соответственно, нужно искать какие-то пути оптимизации процесса лечения. Ну, даже не лечения, а вот процесса предлечения, скажем так. Потому что перед лечением есть какой-то этап, когда врач задает вопросы, получает на них ответы. Это может быть даже не врач, это может быть какой-то ассистент врача. И из этих ответов потом, в общем, некоторые выводы делаются, которые потом влияют на лечение. Значит, почему мне нравится этот пример? Значит, это пример того, что можно построить из готовых блоков. Ничего придумывать не надо, даже обучать ничего не надо. Значит, какие блоки здесь есть? И HR, да, это данные по цене, electronic health records. В любой развитой стране сейчас это есть. Значит, мы просто берем эти данные из какой-то стандартной системы, показываем, да. Значит, какой flow получается? Человек созванивается, у которого есть жалоба на что-то, он находится в 300 километрах от ближайшего госпиталя, но он в состоянии поговорить с ассистентом, пожаловаться на что-то дистанционно. То есть ему не обязательно ехать для этого туда, потом возвращаться, потом снова ехать, когда врач его сможет принять и так далее. Ну, понятно, это видео-чат, тут ничего придумывать не надо. Значит, это транскрипция разговора, speech-to-text. Это конкретно IBM Watson-овский движок. Ну, опять же, ничего придумывать не надо, берем API, используем. Значит, семантический анализ. Ну, это самая сложная, естественно, часть. То есть мы берем транскрипт, мы знаем вопросы, мы знаем ответы, выделяем в них какие-то ключевые слова, пытаемся найти какие-то зависимости, паттерны в этих данных. И, соответственно, мы используем вот Health Navigator, это та компания в сотрудничестве, которая это делает. Значит, соответственно, у нас есть какие-то предсказания относительно того, какого рода проблема может быть у человека. Ну, тут конкретно астма, лихорадка, там еще что-то может быть. Ну, и, соответственно, вероятность заболевания, там уже какая-то более детальная вещь, это тоже Health Navigator, но уже как бы с детальной раскладкой. Все. Ничего не нужно придумывать. Взяли все по блокам, собрали, вот 22 век. Так. Значит, ну, такой краткое summary, да, то есть когда имеет смысл обычно использовать, ну, если есть либо большое количество монотонной ручной работы, либо если есть какая-то диджитализация, переход от бумаги к цифре, ну, или просто вы понимаете, что у вас такое количество исторических данных или данных о пользователях, которые, ну, как бы глупо не использовать, да, чтобы делать какие-то рекомендательные системы и так далее. Я думаю, что и так большинство из вас это понимает. Сейчас хотелось бы показать небольшой пример. Значит, мы… Так, можно отсоединить, да? Мы с нашей группой Computer Vision… Ребят, вы на самом деле сейчас видите просто мой экран, а на экране мирроринг того, что у меня происходит на телефоне. То есть все как бы… Все честно, все может не получиться, а может получиться, кто знает. Значит, с нашими ребятами, которые занимаются Computer Vision, один из них участвовал недавно в челлендже. Значит, идея этого челленджа была в том, чтобы распознавать плохие образования на коже, родинки и так далее, ну, у которых есть высокая вероятность какого-то типа рака кожи. Ну, и структуры там внутри, в общем, чтобы объяснить, почему это так. Значит, мы сделали приложение, основываясь на том датасете, который, значит, предлагался в этом челлендже. И, в общем, сейчас мы можем протестировать, работает оно или нет. Для этого мне понадобится доброволец. Единственное требование к добровольцу – это должна быть какая-нибудь там родинка на руках. Вот, вот у нас там есть желающий в самом дальнем ряду. Родинка на руке нужна. Сейчас, давайте покажем, потом обсудим, хорошо? Так, доброволец, как зовут? Владимир. Хорошо, спасибо за смелость. Так, ну давайте попробуем. Давай, наверное, отойдем немножко, чтобы видно было. Там мокро. Лучше сюда. Так, вот есть, например, родинка, да? Так. Так, ну вроде, ну тут немножко более размыто, у меня на телефоне чуть более четко, так что на самом деле должно нормально быть. Так, немножко тормозит. У меня уже, ага, у меня уже есть интерфейс. Я уменьшаю размер. Ух ты. Так. Что-то я нажал на back. Давайте сначала. Ну, видите, всегда так, это ж live. Так, я уменьшаю просто размер картинки, чтобы меньше отправлять на сервер. Да, это работает на сервере, если что. Ну, хорошие новости. Я живой. Значит, да, то есть скорее всего каких-то, значит, больших там проблем ждать не стоит, вероятность довольно низкая. Так, чтобы сравнить, да, чтобы достовериться, что она все-таки показывает, я не буду показывать примеры плохих родинок. Значит, у нас возле офиса открылась новая дёнерная пару недель назад. Дёнерная. Шаурма. Значит, ну мы ходили ее проверить, естественно. Ну давайте посмотрим. Он все что угодно может распознать, как роль. Ну, результат так себе. Ну и чувствовал я себя, честно говоря, так себе. То есть, ну вот у нас есть там шкала, да, то есть чем ближе к красному, оно красного цвета, тем выше рекомендация обратиться к врачу и не затягивать. Вот. Он, на самом деле, отвечая на вопрос, он распознает что угодно, как родинку, если оно похоже на родинку. Ну вот он считает, что похоже. Так, ну и он там какую-то структуру еще может показать, но уже структуру шаурмы он, конечно, не тянет. Спасибо большое. Ну, у меня все. Я готов ответить на вопросы, если они есть. Надеюсь, что есть. Я прошу… Алло, меня слышно, да? Я прошу прощения, у нас здесь как бы казус, мы его устраним, просто не будем прерывать, да. И осторожно, кто будет выбегать на сцену, вы как бы осторожнее, чтобы не подскользнуться. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня два вопроса будет, но это меня очень сильно беспокоит, поэтому я не могу их не задать. Первое. Вы уже сами упомянули о монобанке, и я хочу спросить ваше мнение насчет следующего вопроса. Дмитрий Дубилет, основатель монобанка, недавно у себя в телеграме рассказывал о том, как у них работает алгоритм, предсказывающий кредитный лимит. Там decision trees, и он говорит следующее. Месяц назад из decision trees впервые пропал пол. Раньше женщинам менее охотно увеличивали кредитный лимит. Вот как вам кажется, это ложная корреляция или это свидетель, показатель процесса в обществе? Потому что, честно говоря, выглядит так, будто бы это не дочет машин лернинга, а не его преимущество. Спасибо за вопрос, очень хороший. Ну, тут, наверное, можно смотреть с разных сторон. То есть, во-первых, я подписан на телеграм до билета, читаю его, и там очень много маркетинга. Да, безусловно. То есть, ну, допустим, так и есть. Можно смотреть по-разному на этот вопрос. То есть есть как бы технический взгляд, есть нетехнический. И вот, ну, если технический, то понятно, у нас есть какие-то данные, по-хорошему они, в общем-то, обфуссированы, потому что у нас есть GDPR и все остальное, допустим. То есть мы не знаем, кто этот человек, да, и там не должны понять гипотетически по остальным данным. Ну, или там люди не должны иметь доступ. Ну, в общем, если мы анализируем данные, то тут данные – это данные. Пол – это всего лишь одна фича в этих данных. Ну, наверное, тогда это исключительно технический вопрос. Другое дело, как мы объясняем работу этой модели, и должны ли мы ее объяснять, да. Ну, вот, это гораздо более, мне кажется, интересная тема для размышлений, потому что, например, кредитный лимит и, в принципе, кредитный скоринг – это тема, скажем так, никто не хочет, чтобы машина определяла в банке без объяснения, стоит давать человеку кредит или не стоит, да. И вот тем более не хочет, чтобы это решение принималось, там, основываясь на поле и так далее. Я думаю, что исторически пол все-таки мог нести какую-то корреляцию, потому что, я не знаю, средние зарплаты были ниже и так далее. Ну, всякое могло быть. Сейчас, чертова знаю, если они его убрали, значит, наверное, действительно корреляции такой нет. Секундочку, сейчас микрофон вам дам. Здравствуйте. А у меня такой вопрос. А можно научить машину, то есть убрать вот этот пунктик, ну, мужчина, женщина, чтобы не смущать, чтобы феминистские там не выходили и не кричали «монобанк» не очень, а распознавать машину, допустим, по фамилии и имени, что это все-таки женщина. Женщина, нельзя давать. Наверное, это можно сделать, ну, причем, наверное, с достаточно высокой вероятностью, но можно. Хороший способ, векраунд. То есть вот если бы вы работали в «монобанке», можно было бы так сделать и потом убрать полость. Действительно так бы и было. Это была бы производная фича. Да, спасибо за ответ. Я на самом деле имел в виду неутеснение женщины на более глубокую проблему. Я сейчас попробую объяснить. Вы постулировали о том, что в медицинских исследованиях есть большой набор данных, которые качественно размечены. И вот я хочу этот постулат подвергнуть сомнению. Например, недавно FDA вынесла рекомендацию о том, что нужно сократить потребление красного мяса в неделю. А Кохрановского сообщества провело метаанализ и сказала, что это ложная корреляция, что ее не существует. И поэтому у меня лично складывается ощущение, что очень многие стартапы и даже серьезные компании, они занимаются байсовским анализом. Им интересны вероятности, но им не интересно выявление ложных корреляций. Им не интересен тестирование гипотез. Им даже доверительные интервалы очень часто неинтересны или рассеяние случайной переменной. Вы эту тенденцию наблюдаете или ваши заказчики действительно переживают за качество модели на выходе? Спасибо за вопрос. Да, наверное, это все имеет место. Я не уверен, насколько я сейчас могу ответить, наблюдаем мы это или нет. Все-таки, например, в разработке лекарств мы… Я не думаю, что мы настолько глубоко пытаемся проанализировать, где корреляция действительно есть, а где она выдумана лоббистами. Хороший пример, обратный мясу. Обезжиренная молочка. Была она абсолютно аналогичная история несколько лет назад. Если коротко, то в американском обществе была рекомендация все-таки есть обезжиренную молочку, потому что она менее вредна, меньше нагружает организм. Прошло 30 лет, проанализировали, оказалось, что нагружает она абсолютно одинаково. Хоть обезжиренная, хоть не обезжиренная. Ну, в принципе, в медицинских проектах я не могу сказать, что мы как-то… Может быть, мы просто не ищем эту корреляцию. То есть если бы была такая цель, наверное, искали. Да, да, очень страшно. Можно следующий? Да, да, пожалуйста. Сейчас, у нас тут очередь уже, секундочку. Добрый день, спасибо за доклад. Я хотела обратиться к тому кейсу, когда о онлайн-консультациях, которые вы сказали, что, собственно, там AI, ну, AI такой buzzword, да, мы все знаем, что это, собственно, не AI, а machine learning. Это в PowerPoint, да? Да, да, ну, для красоты. И вы говорили, что там как раз AI там не применяется, все это собрано там из блогов и так далее, но как раз там, собственно, и есть место для AI, поскольку, ну, вот вопрос такой, все данные, которые собираются от пациента, там, ведь он же ассистенту, там, говорит там пол, возраст, так далее, свою проблему, все эти данные теряются, получается. А ведь, собственно, на основе именно этих данных можно потом выстроить, ну, например, заменить, почему бы сразу, опять же, автоматизация, заменить этого несчастного ассистента каким-нибудь умным чат-ботом, который будет собирать. К примеру, если обратился человек, тут же возьмем ваш skincare с дерматологической проблемой. и можно собрать от него все данные, то есть, во-первых, можно какого-то тупого сначала чат-бота подключить, который соберет просто тупо все данные, там, пол, возраст, ля-ля-ля, соберет фотографию, например, его кожные, например, проблемы, если он обратился по дерматологии, и потом, чтобы эти данные не терялись, их же можно в дальнейшем обрабатывать и применять, то есть как раз здесь и имеет. Вот у меня вопрос, собственно, эти данные, получается, все теряются, то есть это непродуманная как бы система, потому что такой объем данных теряется для дальнейшего применения в R&D. И, собственно, для, например, вашего приложения Skincare или любого другого дерматологического… Спасибо за комментарий, я понял. Тут, на самом деле, этот пример, он больше был о том, что можно собрать из блоков, то есть не совсем о том, как использовать потом эти данные. Во-вторых, почему они теряются? То есть мы, в принципе, та вот часть, которая отвечает за определение болезни, Health Navigator, он может обучаться в рамках этой системы. То есть единственное, что мы потом должны сказать, какая это болезнь была. И все, вот оно обучение. Ну, то есть оно потом, я уверен, обучается. То есть я, на самом деле, не знаю, как работает внутри Health Navigator, но это сделать несложно. То есть это как раз supervise максимально. То есть там врач потом… На самом деле, потом в EHR попадает история болезни человека, там его болезнь, которая была диагностирована, и она может обратно попадать в Health Navigator. То есть вполне есть место для обучения. Всем добрый день, дякую. Дуже зацікавила частина вашей доповеді про ROI и разработки препаратов. Такое питание, а чи можно как-то вклинить таки абстрактные статей расходов, а-ля коррупция, лобби и там таке всякое иншее? Оскільки медицина одна из найлоббиованнейших и, мабуть, тере найкоррупционнейших, чи можно вклинить это в ROI? Я думаю, что можно найти какую угодно, в принципе, корреляцію, если данные есть. Другое дело, что у нас такой задачи нет. То есть мы работаем фактически с фармкомпанией, прямой интерес которой – разработать лекарства. Ну, в рамках тех условий, которые есть. Ну, добре, а чисто гипотетично на данном этапе… Чисто гипотетически можно. У нас есть сейчас другой проект, в котором мы агрегируем разные данные для того, чтобы подсказать, для бизнес-консалтинга сказать компании, на какие ассеты имеет смысл обращать внимание, ну, то есть какие сокращать, какие увеличивать. Для этого мы агрегируем разные данные, в том числе про какие-то тренды и регуляции. Поехали дальше. Да, приветствую. Такой вопрос. Насколько я понял, своего рода красной нитью через ваш доклад шла основная тема, в каких случаях необходимо применять AI вне зависимости, будь это чистый AI, как машин лернинг, автоматизация, не суть. У меня вопрос скорее касательно, были ли у вас такие кейсы, в которых можно было бы хорошо проиллюстрировать, как донести до заказчика эту мысль, что это действительно нужно. И были ли такие кейсы, когда заказчик приходил и бил себя палкой в грудь, что хотел машин лернинг, AI и вообще все супер круто, но его стоило разубедить, то есть такого рода. Да, спасибо. Хороший вопрос. Полно. И таких, и таких. Причем, если к нам приходят клиенты, и мы понимаем, что вот он пришел просто на волне какого-то хайпа, да, и там скорее всего можно обойтись малой кровью, не нужно делать никакой машин лернинг, мы безусловно обычно пытаемся переубедить. И обычно это работает таким образом, что мы, ну, я это дорогая штука, ну, если честно вот говорить, да. Люди дороже, время на тренировки нужно, время на аннотацию датасетов нужно и так далее и тому подобное. Давайте посчитаем. Ну, это выходит, в общем. И что еще немаловажно, не всегда, практически никогда не гарантирован результат. То есть мы не можем сказать, какой там пресижен будет в конце, там, accuracy. То есть вот это с одной стороны. С другой стороны, если мы можем решить эту задачу без AI, мы можем рассказать, как мы это сделаем, и мы можем приблизительно оценить вот решение задачи без AI. Обычно это работает. Ну, то есть когда люди платят свои деньги, они понимают, что как бы, ну, они умеют взвешивать, да. У меня никогда не было такого, чтобы человек сказал, нет, все, ML и ничего больше. Когда нужен ML, это больше, это уже больше действительно консалтинг. Я приведу пример. У нас есть клиент, который занимается бизнес-тревелом. То есть есть компании, которые отправляют своих людей в бизнес-трипы, там им покупаются билеты на самолет и так далее. Значит, этот клиент работает с большим количеством таких компаний, и у них, ну, в общем, организовывают бизнес-трипы с сотрудником этих компаний. Значит, фактически, что мы в какой-то момент заметили, то, что процесс покупки билета, это не такой уж простой процесс. То есть там, оказывается, есть бронирование этого билета, оно действует, там какое-то количество часов, в нашем случае 17. Значит, и за это время колеблется цена на этот билет, и на самом деле хорошо бы купить этот билет по наименьшей цене, чтобы сэкономить деньги. Значит, как формируется цена этого билета? Ну, есть какой-то движок, который ее формирует. На формирование влияют какие-то факторы. То есть условно, там, время дня, день недели, пассажиропоток в это время года, какие-то ивенты большие, там и так далее. Значит, это то, что мы в какой-то момент заметили, а у них была такая суперпростая rule-based система. Мы решили попробовать просто на коленке собрать прототип. В общей сложности, наверное, это, ну, чисто кодинг занял три дня полноценных. Оказалось, что вот просто проанализировав исторические данные, мы можем получить дополнительную экономию к тому, что уже у них было на уровне, там, 9-20%. Это тот пример, ну, и там на объеме обороте в миллиард долларов это, ну, это очень большие деньги. Вот, то есть стоимость реализации, там, условно, 70 тысяч, экономия в год порядка 200. Ну, вот пример. Что-то слышно. Спасибо большое за доклад. Сейчас было интересно, смотрите, есть вот вопрос по медицинской отрасли, который связан с теми цифрами, которые вы описывали, как ее рентабельность. Мне, честно говоря, очень странно, что рентабельность медицины, по вашим данным, постоянно падает, потому что я был уверен, что там все у них очень хорошо в плане финансов. Первый вопрос. Не может ли быть такая ситуация, что это искусственно показаны низкие показатели рентабельности с целью уменьшения налогообложения? Это один вопрос. И второй вопрос. Может ли быть ситуация, что те данные, которые, вот вы говорите, есть огромное количество размеченной информации по, ну, там, историям болезней и так далее, они будут предоставлены машине таким образом, чтобы она не смогла найти какое-то самое эффективное, дешевое лекарство, потому что это повлечет за собой катастрофические убытки для отрасли. Если появится лекарство, которое стоит 2 копейки, а раньше болезнь лечили, например, лекарством, которое стоит, там, 200 долларов, то эта компания просто разорится. На самом деле разорится, а не юридически показывая низкие цифры рентабельности для уменьшения налогообложения. Спасибо. Спасибо. Тут хочется обратить внимание на то, что рентабельность и прибыльность компании – это немножко разные вещи. То есть вот эти вот цифры ROI – это делойтовское исследование. Я думаю, что ему можно верить. Значит, оно касается разработки новых лекарств. При этом у компании есть огромное количество существующих лекарств, которые они производят и продают, и ничего не вкладывают в исследование. То есть если компания там продает парацетамол, она его продает очень много и на этом зарабатывает. При этом для того, чтобы оставаться, ну, двигаться дальше, не так, в современном мире для того, чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. И в данном случае вот разработка новых лекарств – это вот этот быстрый бег как раз. Но там ROI очень низкий на новых лекарствах, не на существующих. Это первый момент. Второй по поводу формирования цены на лекарства. Ну, наверное, вы правы. Я слышал, что такие, как бы, я читал о таких ситуациях, но конкретно в нашей задаче это не фактор. То есть мы разрабатываем новое лекарство вне зависимости от того, сколько оно будет стоить. То есть если удастся разработать его, ну, тогда появится вопрос формирования его цены. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Осторожно. Спасибо, что за субтитры создавал DimaTorzok.